Всем привет! С конца июля начался массовый сбор урожая сладкого горошка. Я хочу вам показать сорта, которые я выращивала в сезоне 2019. Все сорта сладкого горошка я выращивала в открытом грунте в Московской области. Первый сорт это орегонский гигант. Растение очень высокорослое. Выращивать в обязательном порядке нужно на шпалере. Сорт среднеспелый. Лопатка очень крупная. Достигает от 11 до 18 грамм веса. Зерна наполненность очень хорошая. От 9 до 10 горошин. Здесь уже горошинки созрели. На вкус горох сладкий, нежный. Очень вкусный. Мне понравился. В основном снимаю в спелости в молочной. Это вот такой. В свежем виде он просто для детей идеален. Ну и для взрослых тоже. Замораживать идеально. Добавлять в первое блюдо, допустим, в супы. Или можно даже во вторые. И очень хороший будет для консервирования. Вот именно в такой молочной стадии. Я этот горошек всем рекомендую. Конечно же, буду с него собирать семена. И буду высевать на следующий год. Сорт капуцинос. Растение тоже высокорослое. Достигает 2,5 метра. Будет, конечно, чуть пониже, чем орегонский гигант. Но тоже нуждается в обязательной опоре. Сорт среднеспелый. Лопатка средняя. Имеет такую саблевидную форму. Наполненность очень хорошая. В стручке примерно 9-10 горошин. Это полная его спелость. На вкус. Сладкие, нежные. Очень хорошо подойдет для свежего употребления. Потому что для детей это будет восторг. Также для заморозки. И для любых видов консервирования. Именно этот горошек и орегонский гигант я буду консервировать. Вкусный горошек. Я его рекомендую. Следующий сорт. Афила. Растение среднерослое. Максимум метр двадцать в высоту. Среднеспелый сорт. По внешнему виду растение уникальное. Потому что практически не имеет листвы. А вместо листвы образуют усики. И между собой они цепляясь образуют опору. То есть к описанию к этому сорту было сказано, что в опоре не нуждается. Но я его высаживала конечно на опору. Но действительно соглашусь, что в следующем году, когда буду высаживать, не буду создавать для него каркас. Потому что действительно цепляясь между собой своими длинными усиками, он довольно таки хорошо держится. Даже если сильный ветер, они не распадаются между собой. Лопатка у сорта небольшая, можно сказать даже мелкая, узкая, с саблевидной формы, вытянутая. Наполненность зернами хорошая. От восьми до десяти штук в стручке. Вот та самая молочная спелость, в которую я люблю снимать горох. Этот сорт и первые два гороха, даже при перерастании зерна самого ядра, все равно остаются сладкими. Пусть они немножко будут твердоваты, но вкус они абсолютно не теряют. Именно вот в такой спелости я буду горох консервировать. Все три сорта, о которых я уже сказала. Хороший горох. Во-первых, он внешне очень интересный. И самое главное, что он вкусный. Тоже буду собирать семена с него. Сорт фиолетовый. Растение высокорослое, три метра и выше, поэтому нуждается в обязательной опоре. Сорт среднеспелый. Декоративность его зашкаливает, потому что цветет он пурпурными цветочками и сама лопатка в итоге тоже пурпурного цвета. Очень красивая. Когда будете чистить, не забывайте, что он будет красить вот так вам руки. Итак, сама лопатка небольшая, среднего размера. От десяти до двенадцати грамм весит. Сама такая кожица очень плотная. Почистить его будет не так уж легко. Наполненность горошинами очень хорошая. От восьми до девяти штук в стручке. Сами горошины зеленого цвета. И вот так у него, видите, выходит сок фиолетовый, пурпурный, красивый. Вкус. Вкус, конечно, оставляет желать лучшего. Если вы снимете лопатки в молочной, прям в молочной спелости, тогда он, да, вкусный, я согласна. Но когда горошине стоит хотя бы чуть-чуть перерасти, вот допустим, вот так, то вкус, он чуть с горчинкой. Сами горошины твердые. Они кожистые. Ну, вкус немножко такой, знаете, как деревянный. Это если горошина перерастет. Так вот взять просто его поесть, наверное, детям не понравится особо. Еще один момент. Я его попыталась, получила, заморозила. И его добавила в суп куриный, то есть прозрачным бульоном. Никогда этого не делайте с этим горохом, потому что бульон прозрачный сразу превращается в грязно-фиолетовый цвет. И все, что в нем варится, становится таким же некрасивым цветом. Вкус бульона не меняется, но цвет просто будет ужасный. Вылейте его, в общем, на помойку. Вот такой вот горох. Ну, я хочу с ним еще попробовать такое дело. Хочу его пробланшировать, проварить, допустим, одну-две минуты. Слить эту воду, обсушить и только тогда заморозить. Я надеюсь, что цвет тогда из горошины уйдет вот этот неприятный фиолетовый цвет некрасивый. Если это получится, то да. Если нет, то использование его очень ограничено, этого горошка. Не получается ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Поэтому, ну, как декоративное вертикальное озеленение, просто он прекрасен и очень декоративен. Семена, конечно, с него соберу, но буду экспериментировать, что с ним делать дальше. Следующий сорт, к сожалению, название я его не знаю, но уже я высевала из своих семян. Был приобретен примерно вот в таком пакете от Гавриша. Название, честно сказать, я его не помню. В общем, вот так. Тоже горошек хороший, он низкорослый, буквально там 50-60 сантиметров в высоту. Опора ему, конечно, небольшая нужна. С ручки вытянутые, тоже саблевидной такой формы. Наполненность очень хорошая. Зерень здесь от 9 до 12. Такая зрелость самая отличная, тоже сладкий, вкусный, нежный. Даже перерастание не теряет свою сладость. Мне он нравится. Его тоже хорошо и для консервации, и просто поесть детям, будут они в восторге. А у меня на сегодня все. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Желаю вам хороших урожаев и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok